С 1 ноября 2014 года вступило в силу политическое соглашение между Украиной и Европейским Союзом. Все понимают, что новые видения и изменения должны произойти в ближайшем будущем, даже учитывая то, что основная часть соглашения перенесена на 31 декабря 2015 года. Для многих скептиков можно привести те положительные примеры, которые принесло подписание соглашения между Европейским Союзом, в частности, осуществление доступа к выходу на международные рынки. Какие результаты сегодня мы можем оценить после подписания данного соглашения? Например, возможность беспошлиного ввоза украинских товаров в страны ЕС позволила Украине обеспечить позитивный баланс импорта и экспорта, направить свои товары на международные рынки, которые во много раз превышают торговлю с Россией. В частности, благодаря тому, что Европейский Союз согласился продлить действие режима торговых преференций для украинских компаний, сейчас уже более 90% украинских товаров поступает в Европейский Союз беспошлино. Сам процесс должен иметь колоссальную поддержку и со стороны государства, ведь кроме наличия сертификации и разрешений есть множество других моментов, которые требуют направлений. После окончательного подписания соглашения в 2015 году украинские экспортеры получат более широкий доступ к рынкам, так как сейчас еще установлены квоты, а также мы получим снижение ввозных пошлин. Благодаря ассоциации ввозные тарифы уменьшатся на 1 млрд евро. Это в 4 раза больше, чем финансовая помощь Европейского Союза по программам сотрудничества. Соглашение очень позитивно повлияет на некоторые отрасли в Одесской области и Украины в целом. Речь идет о агропромышленном комплексе. Есть надежды, что через каких-то 5 лет наше сельское хозяйство займет ведущую роль на международном рынке. И для этого у нас есть все шансы и возможности. Также неплохо себя будет чувствовать кондитерская отрасль, ведь в соглашении предусмотрены нулевые ставки по экспорту. Химическая промышленность будет иметь облегченный доступ на европейские рынки. Еще одним позитивным ключом данного соглашения есть возможность привлечения больших инвестиций в наш регион. Есть совсем немного времени нашим чиновникам взяться за разум, урегулировать земельные отношения и правила игры на этом рынке. Создать прозрачные условия работы для всех участников процесса. Сегодня очень много инвестиционных проектов не зашли в Одессу, так как земельная комиссия городского совета не заботится о создании рабочих мест, о улучшении экономического климата, а только о наполнении собственного кармана. Откаты, которые берутся за проекты, достигают более 40%, а это суммы, неподъемные для потенциального инвестора. Необходимо отметить и возможность либерализации режимов иностранного инвестирования. Этот процесс сподвигнет страны-члены ЕС увеличить объемы инвестиций, как в экономику Украины, так и в Одесский регион. Откроет неплохие долгосрочные перспективы. Ассоциация позволит упростить движение капитала из Украины в ЕС и обратно, стимулируя нерезидентов вкладывать в отечественную экономику. Условия ассоциации предполагают открытие на территории Украины западноевропейских банков и финансовых учреждений. Это, безусловно, положительно повлияет на открытие счетов резидентов нашей страны в европейских банках, а также на возможности работы с иностранными биржами. Наши предприниматели получат прямой доступ к кредитам и депозитам европейских банков. Изменится и сама политика украинских финансовых институтов. В Европе есть хорошие программы банков для развития малого и среднего бизнеса. Я очень надеюсь, что эти программы приведут к увеличению рабочих мест и в нашем регионе. Более крупным компаниям вести бизнес по европейским правилам будет проще, а возможность открытия филиала компаний на международном рынке станет еще более привлекательной. Вывод напрашивается сам собой. Соглядкой на вышесказанное открывать филиалы наших компаний в Европе все-таки стоит. И как показывает практика международной сертификационной компании в Одесской области, все одесские производители, которые получали ранние лицензии на осуществление деятельности, сегодня дают запросы на их продление. Это говорит только об одном. У нас перспектива есть. Вот как мы ею воспользуемся, зависит в большей степени от нас самих. Положительным аспектом является то, что наши предприниматели уйдут от незаконных площадок, конвертационных центров по обезналичиванию средств. А еще почувствуют устранение торговых барьеров, рост объемов экспорта, улучшение качества продукции, гармонизацию законодательства и упрощение движения капитала и его защиту. Единственный шаг развивать наш экономический потенциал региона – это идти вперед и не оглядываться назад. Начинать примерять честные правила игры и двигаться в ногу со временем. Европа ждет нас. Только вопрос в другом. А готовы ли мы? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова